У Гомельской весны есть особые приметы. Это яркие калейдоскопы тюльпанов в любимом всеми парке, благоухание цветущей сирени и акации, а еще большое количество гостей, которые по традиции в конце мая съезжаются в областной центр с разных уголков планеты. Представители 23 стран, а это свыше 500 человек, заявили о своем участии в международном, крупнейшем в стране Гомельском экономическом форуме, который в 12-й раз проходит в областном центре. Мы рады сегодня любому экономическому договору или инвестициям, которые укладываются, для того, чтобы поднять экономику в регионе, рабочие места, налоги. Это дает преимущество и влияет на благосостояние наших людей. Среди участников 12-го Гомельского международного экономического форума иностранные представители деловых кругов, официальных делегаций, предприятий и организаций из России, Украины, Казахстана, Венесуэлы, Болгарии, Саудовской Аравии, Сербии, стран Балтии и многих других. В этом году бизнес-форум впервые посетили представители Перу и Финляндии. На открытии пленарного заседания заместитель премьер-министра Беларуси Михаил Руссый отметил государственную поддержку в решении всех вопросов. В этом году вниманию участников форума было предложено 129 инвестиционных проектов, готовых для реализации по разным направлениям экономики, включая туризм, энергетику, деревообработку, сельское хозяйство. У нас сегодня абсолютно все регионы, все 22 регионы области работают с иностранными инвесторами, местная власть умеет вести переговоры, умеет привлекать, умеет себя позиционировать. Но вот этот форум показал, что произошел какой-то качественный скачок. Более подробно с инвестиционным потенциалом Гомельщины можно было ознакомиться на выставке-презентации, которая развернулась в холле бизнес-центра администрации свободной экономической зоны Гомель-Ратон. Среди многочисленных предложений можно было увидеть как знакомые, так и новинки. У нас представлено порядка 14 инвест-предложений. Самые актуальные были размещены на баннер. Это мусороперерабатывающий завод, надстройка мансард над жилыми домами в городе Гомеле. И продажа свободных площадей. Это у нас водоканал предлагает продажи водозабор речной. Со всеми коммуникациями, зданиями. Что касаемо мусороперерабатывающего завода, на сегодняшний день это очень актуальная тема, потому что она решает такую важную проблему, как экологическую. По многим проектам имеются технико-экономические обоснования и бизнес-планы. Сегодня предприятия Гомельщины смелее и увереннее продвигают свой товар на мировой рынок. Наше предприятие производит продукцию, которая востребована в ЖКХ и в строительстве. Это техническая труба, это труба напорная, это газовая труба. И особенно труба, которая позволяет экономить энергоресурсы. Это труба, которая пятислойная труба с кислородно-защитным слоем, горячее, холодное водоснабжение, отопление и горячие полы внутри дома. Есть инвестпроект по производству гибкой предизолированной трубы, которая позволит экономить многократно потери тепла в сетях. На пленарное совещание были вынесены пять основных проектов. Три из них представило предприятие Гомель Облпищу ПРО. Это создание предприятия по переработке дикорастущих грибов и ягод в Гомельской области, строительство тепличного комбината на базе ОАО «Восток», а также создание производства по разливу питьевой воды с пониженным содержанием дейтерия и других безалкогольных напитков на Речицком винзаводе. Уникальные свойства легкой воды подтверждены исследованиями и клиническими испытаниями. Ежедневное употребление такой воды увеличивает энергетические ресурсы организма, укрепляет иммунитет, повышает работоспособность. Кроме этого, легкая вода способствует лечению профилактики разных заболеваний, в том числе и особо тяжелых. Подробная информация обсуждалась и на специализированных секциях по отраслям. Строительство и ЖКХ, агропромышленный комплекс туризма, социально-экономическое развитие территорий, малый и средний бизнес, логистика и торговля. Перед участниками выступали ученые и представители власти. Бизнесмены, которые охотно делились опытом своей работы, потенциалом реальных возможностей, обсуждали юридические и финансовые вопросы международных взаимоотношений. Белорусский фонд на сегодняшний день предоставляет финансовые и нефинансовые инструменты государственной финансовой поддержки малого предпринимательства. Финансовые – это займы, лизинг имущества и гарантии по льготным кредитам. Нефинансовые инструменты, которые мы сейчас развиваем, выражаются в налаживании и развитии контактных операционных связей между промышленным сектором и малым предпринимательством. Программа форума была многогранной и насыщенной. Она проходила в разных точках областного центра. Казалось, весь город живет атмосферой международного праздника. Грандиозное и красочное событие ожидало всех в легкоатлетическом манеже «Динамо». 16-я международная универсальная выставка-ярмарка «Весна в Гомеле» объявляется открытой! С огромным удовольствием открываем выставку «Весна в Гомеле». За годы ее существования она превратилась в средовой выставке-ярмарке в огромную, масштабную, имиджевую для Гомельской области выставку-ярмарку. И свою лепту в это внесли Гомельский областполком, Гомельский горосполком, организации и предприятия Гомельской области. Более 200 отечественных и зарубежных предприятий-участников разместили свои экспозиции на 5000 квадратных метров. И хотя сегодня трудно чем-то удивить требовательного зарубежного инвестора, все же каждый стремился представить свои уникальные новинки. Гомельский механический завод «Днепр». Добрый день, Леонид Иванович. Добрый день, Леонид Иванович. Расскажите. Переработка нашего завода, он прошел преиспытание, испытывали немцы. И в чем преимущество ваше? В чем преимущество? Ну, во-первых, в том, что по цене. На сегодняшний день. Дешевле вас? Да, наш сегодня дешевле. Во-вторых, дешевле на сколько? Ну, где-то процентов, будем так говорить, на 15-20. По сравнению с тем, что предлагают сегодня корейцы и китайцы. Ну и по качеству. У нас здесь стоит, я называю его немецким эскалатором, белорусским характером. Образцы строительной и сельскохозяйственной техники, оборудование – все это представляло реальный экономический потенциал Гомельской области. Гомельское отделение торгово-промышленной палаты организовало настоящий парад лучших предприятий региона промышленной и производственной сферы, которые являются основной составляющей современной экономики Гомельщины. Сегодня здесь представлена линейка выпускаемой продукции. Это зерноуборочные комбайны производительностью от 5 до 16 кг в секунду и современные модели новейшей кормоуборочной техники, которые по своим характеристикам не уступают западным аналогам. Мы представили нашу новинку кормоуборочный комплекс КВК-8060 и КЗС-1624 – это новейший зерноуборочный комбайн. Это соответствует всем современным мировым аналогам. В этом году выставка ярмарка «Весна» в Гомеле проходила под девизом «Традиции бренды» и собрала 22 делегации из 13 стран мира. Особый интерес у посетителей и гостей форума вызвала продукция известных гомельских предприятий. Мы видим спрос жителей сегодня более останавливается на охлажденной продукции, чем на замороженной. Значит, выпускаем более 100 видов колбас. Значит, это копчености, это охлажденная продукция, это полуфабрикаты. Ну и думаем, нам нечем развивать эту продукцию. Экономический форум – это не просто деловые переговоры, но и огромное количество встреч, знакомств, масса ярких и незабываемых впечатлений. Это как раз тот случай, когда можно тысячу раз увидеть и тысячу раз попробовать. По достоинству оценить белорусское гостеприимство. У нас уже есть конкретные проекты, которые реализуются на территории Казахстана. Например, Гомсельмаш поставляет машинокомплекты в Казахстан, и там собирается сельхозтехника. Это мое первое участие в форуме. И что я могу сказать, что услышал и узнал, что Гомерская область является высокотехнологичным, индустриальным районом. И узнал еще, что диалог между властью и бизнесом на очень высоком уровне. То есть предпоставки для сотрудничества есть. Главное событие деловой жизни Гомельщины получилось не только насыщенным и запоминающимся, но и плодотворным. На пленарном заседании было подписано 12 документов на сумму почти 300 миллионов долларов. Это договоры, протоколы о намерениях и соглашения о сотрудничестве по реализации инвестиционных проектов на территории Гомельского региона. В числе потенциальных инвесторов выступают как представители стран-соседей, так и дальнего зарубежья. Из Гомельской области у нас подписан договор в 1999 году о преграничном сотрудничестве, где определены все сферы взаимодействия, сотрудничества между Брянской областью и Гомельской областью. Сегодня мы подпишем, дополним этот договор на 2015-2016 год. Масштабный проект, стоимость которого оценивается в 50 миллионов долларов, предлагает реализовать в Гомеле коммерческая структура из Саудовской Аравии. Строительство жилого и торгово-развлекательного центра со встроенным подземным паркингом. Сегодня подписали протокол намеренных по строительству Гомель-Моль. Надеемся, в течение полгода подадим план о постройке торгово-жилищного комплекса. Я нашел всякие поддержки от губернатора Владимира Андреевича. И ему понравилось вашу страну, особенно город Гомель, его люди, их открытые души. Есть много идей, которые в будущем будем реализовать. Стабильная политическая обстановка, чистые улицы, открытость и искренность гомельчан – все это подкупало зарубежных гостей, которые в ходе работы экономического форума смогли ознакомиться с историческим и культурным наследием Гомельщины. Посещение Дворцово-Паркового ансамбля вызывало особое восхищение. Беречь свои традиции. Я думаю, что Дворцово-Парковый ансамбль выполняет вот такую свою почетную миссию. Дипломаты и представители органов власти обменивались впечатлениями, благодарили принимающую сторону за гостеприимство и делились своими планами. Здесь же был подписан протокол о намерениях сотрудничества между правительством Оренбургской области Российской Федерации и Гомельским облсполкомом. После визита, встреча с президентом Дворуссии, он приехал, губернатор сказал, я вам ставлю задачу, через пять лет удвоить товар обороты. Вот сегодня только начало наших отношений, это протокол о намерениях, но через пять лет мы должны этого добиться. Владимир Андреевич, нам другую задачу поставить, через три года. Региональная экономическая политика – это прямое и наиболее эффективное сотрудничество между странами, отмечалось на итоговом заседании форума. По итогам пятилетки Гомельская область по объему вложенных в экономику инвестиций занимает первое место в стране. В 2014 году в области работал капитал из 40 стран. И теперь перед коллективами региона стоит задача закрепить лидерские позиции в стране по привлечению иностранного капитала и приумножить результат.